Евангелие от Марка 1 глава Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих, и элакриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было, в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие!» Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назорянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это? Что это за новые учения, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Анном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси защищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду. Марка 2 глава Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили в постель, на которой лежала расслабленная. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» «Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи!» Говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой!» Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали!» И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошин, и говорит ему, «Следуй за Мною!» И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, и говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое дерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновлевать в мехи новое». И случилось ему в субботу проходить за сеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафарии, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 глава. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с середянами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилея, Иудеи, Иерусалимы, и Думеи, и из Зайордана. И, жившие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена Ваонаргеста, то есть сыны Громова, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуна. Иуду Искариотского, который предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет с сильного. И тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого? Тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матери и братья его. И стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, вот, матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот, матерь моя, и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии. И терния выросла. И заглушило семя. И оно не дало плода. И иное упало на добрую землю. И дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им. Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им. Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово. Но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Но не имеют в себе корня и непостоянную. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово. И оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают. И приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим царствие Божие? Или какой притчей изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавие. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему. Марка, глава пятая. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован, оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричав, громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня, ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из всего человека, и спросил его, как тебе имя, и он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много, и много просили его, чтобы он не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, а обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плащущих, и вопиющих громко. И войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где лежала девица. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми!» «Что значит девица?» «Тебе говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Марка, шестая глава. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, «Откуда у него это?» «Что за премудрость дана ему?» «И как такие чудеса совершаются руками его?» «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона?» «Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает, пророк, без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился, не веряю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И призвал двенадцать начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую одежду и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гаморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн, креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья», а иные говорили, «Это пророк» или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод посла взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену, брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». А она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Яна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде головы Яна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть». Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около шесть четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. А они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумели чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю генесаретскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда не приходил он в селение или в города или в деревне или клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его и которые прикасались к нему исцелялись. Евангелие от Марка 7 глава Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев, некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал ему в ответ, хорошо пророчествовала вас лицемерах Исаия, как написано, люди си и чтут меня устами, сердце же их, далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божия, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И призвав весь народ говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем ощущается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутри сходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнул, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему ифа-фа, то есть отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешили сузы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Марка 8 глава В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять и спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин, евших же было около четырех тысяч, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в предел Далманувске. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не даст сороду сему знамения». И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Присем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, «Смотрите, берегите закваски фарисейской закваски иродовой». И рассуждая между собой говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, разумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коровов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь до четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. И сказал им, как же не разумеете? Приходят в Саизу и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесария Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих. За кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же, за Илью, а иные, за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И подозвав народ с учениками кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда приидет в славе отца своего со святыми ангелами.